А вы продолжаете заниматься танцами? Спрашивает Татьяна. Ну так. Очень редко, к сожалению. Опять же, не хватка времени. Но так для себя непрофессионально. Дома? Перед зеркалом. Действительно, очень редко, когда получается, встретиться с своими партнерами в танце. Вспомнить было бы времена. Выступить на каких-то мероприятиях. Ну, сейчас уже как бы реже. Потому что для этого нужно постоянно тренироваться. Нельзя же просто. Ну да, ждем следующих проектов, да? Да. А планируют какие-то проекты? Ну, в процессе я не знаю. Тот проект, который был у нас, он был где-то раньше. То-то что? Да. Почему? Почему-то возникло вспомнение, что очень надо делать. Рейтинг нужен, наверное, упал, да? Ну, может быть, но зато хотя бы люди смотрели, наслаждались. И в конце концов дети хотя бы на танцах лежат. Ну, достаточно. Теперь будем развивать какое-то другое направление. Ну, давайте сделаем шоу. Бурная катания, гимнастика, вот точно. Вот это важно, да. Понимаешь? Зал. И с мельчаков кто пойдет. Действительно. Напалывали упражнения с булавами. Стеклянные, лавянные, деревянные. Знаешь, сюда все относятся. Денис-то первый. На очереди с булавами. Вопрос от Елены. Аня, добрый день. Я много о вас слушаю и вижу в СМИ. Вы умная, красивая и, что крайне важно, очень милая девушка. Вы наша гордость. Дай Бог вам здоровья и счастья. Анечка, к вам такой вопрос. Чем вы сейчас планируете заниматься после завершения своей карьеры? Ну, все же будет. Да, в начале. Следующий вопрос от Анастасии. Денис, вот вы и есть настоящее лицо нашего Запорожья. Ваш успех – это результат вашего колоссального, тяжелейшего и честнейшего из трудов спортивного. Скажите, часто ли вы бываете в родном городе и помогаете ли сегодня нашему городу Запорожьем? Я стараюсь приезжать как можно часто в город. Ну, то есть раз в два месяца, в три месяца я приезжаю в Запорожье. В основном, конечно, по делу. То ли это принимаю участие в мероприятиях, которые проводят. В городе, что касается популяризации, спорта, да. И вот я был, когда это было летом пробег в городе Запорожье. Там принимало участие около трех тысяч людей. И самая старая женщина пришла. Ей было 90 с чем-то лет. Она пробежала, да, вот километр пробежала. У нее в этот день как раз правну проделся. Я запомнил. Да, бабушка была. Поэтому я и сам приезжаю туда, чтобы поддержать проекты. И приезжаю, чтобы проводить проекты оздоровления детей. Потому что молодежи надо брать пример с нашей старикой. Да, они такие жизнелюбивые люди, которые прошли уже и Крымаре, можно сказать, и войну, и все это время. Поэтому, да, я бы посоветовал, чтобы наши молодые люди так же оптимистично относились к жизни, как и те, которые прошли новые пожилые люди. Вообще, все начинания хочу начинать с Запорожья, стараюсь, и соревнования, и все. Добрый день, Анна и Денис. Преклоняюсь перед вашими заслугами в спорте, хочу задать несколько вопросов. Анна и Денис, что вас связывает? Это началось еще 20 лет назад. Нас связывает, конечно же, проект, который мы начали фондом поддержки молодежного олимпийского плавания, который привлекли 15 известных спортсменов в Украине. И этот проект, он объединяет не только всех спортсменов, достаточно известных, самых известных, можно сказать. Он еще и направлен на популяризацию спорта в нашей стране. Потому что очень мало делается для этого в нашей стране. И вот этот проект направлен на детей от 6 до 12 лет. Книга будет написана для этих ребят. Чтобы именно в таком возрасте они растут и впитывают все, что им читают. То есть я, например, помню практически наизусть все эти книги, которые мечтала бабушка или мама. А в таком возрасте они уже и сами могут себе почитать. Поэтому мы пригласили, помимо Ани Бессоновой, там будут еще и... А, Ирина Мерлени, Добрынская, Ломаченко, боксер наш известный, Василий Веростюк, Сергей Бубко, Волков Александр, Гусин Андрей, Гудсайд Вадим, Сорокина Аня, Клочкова Яна. Я не знаю, я еще, может быть, кого-то забыл. Но то есть будет внушительное количество. И мы, кстати, планируем делать и вторую часть этой книги, потому что еще очень много известных и хороших спортсменов сюда не... в эту книгу не успели попасть. Поэтому мы хотим охватить всех тех спортсменов, те достойные примеры, которые у нас есть в стране. То есть о каждом этом спортсмене будет история, да? Как он пришел в спорт? Этот спортсмен будет рассказывать свою историю из детства. Именно из детства. Ну, с чем он ассоциируется, этот спортсмен? Ну, то есть с чем он как-то... Ну, в детстве, да? На что он больше дал внимание? С чем... Чем он себя видел? Ну, опять же, там... Те же мечты, как известно, мечта. Как преодолело трудности, да? Как становился вот у нас на путь спорта. Скажите, вы говорите, что в честь в стране книги будет? Какие волны будут выставлены? Иметь в виду... А, то есть у нас еще будет... Книга эта уже начала печататься. Вот, мы планируем первый экземпляр сделать 5000 штук. Вот, и в конце этого месяца, в конце ноября 30-го, мы будем делать ее презентацию. Вот, там будут также представлены и лоты, которые давали спортсмены. Эти лоты, желающие, смогут купить. А там ленточка, булавы, мячик. Да? Все? Вот, то есть там я дал флаг, а, кстати, флаг, который нес на Олимпийских играх в 2004-м году. А? Да. Яна Медаль, Клочкова, да. То есть там будут интересные лоты, именно личные, которые касаются тех спортсменов, которые будут в этой книге. Ну, это те вещи, с которыми там выигрывались, да, какие-то скинувания, там, какие-то важные мероприятия, связанные скинувания. На изготовление, да, и книги, в детский дом. Следующий вопрос. Анна, в этом году вы оставили спорт, чем планируете заниматься? Опять же, мы отвечали. Расскажи-то один раз уже. Денис, будет ли работать в следующем году детский клуб плавания? Не планируете ли обучать детей в других городах Украины? Планируем, конечно же, делать детский клуб плавания в следующем году и хотим сделать его в больших городах. В этом году еще три города, но также мы хотели, то есть не сделать не пять, а восемь городов, но уже физически не успевали. Поэтому на следующий год, я не представляю, как мы это все сможем сделать, но мы это хотим сделать, расширить географию еще больше. Надеюсь, что у нас это получится. Опять же, у вопроса в клубе детского плавания, могу ли я записать к вам своего ребенка и сколько это стоит? Вот, интересный вопрос. Это стоит совершенно ничего, это бесплатно. Это все мы делаем на берегах рек, озер, на городских пляжах. Если в городе есть городской пляж, в черте города, то есть там мы ограживаем территорию. Вот там работают два тренера, один администратор, все под надзором. Вот родители заполняют анкеты, дети ходят, все отмечается. Поэтому все это совершенно бесплатно. Был такой случай, девочка пришла к тренеру и говорит, а сколько это стоит? А он говорит, это бесплатно. Она говорит, а мне бабушка сказала, что бесплатно только сыр вышел. Поэтому тренер говорит, ну тогда считай, что это сказка. Мне, конечно же, приятно, что люди так относятся к этому с оптимизмом, с энтузиазмом, ходят, занимаются. И тренерам большая благодарность в этом году, потому что такая погода была, такая жара стояла. И они, тем не менее, отработали все честно и добросовестно. То есть клубы работают только в летнее время? Да, только в летнее время, потому что потом уже и вода холодная становится, и у людей начинаются, у детей, занятия в школах. Следующий вопрос вот Вова. Скажите, как вы выработали в себе силу воли к занятиям спортом и не хотелось ли вам все бросить? Бывали же такие моменты, когда все, нет сил. Да, было. Может, у каждого было? Конечно, это нормально, потому что очень много таких переломных моментов, особенно когда травмы, и приходится переступать через боли, и через какие-то сомнения, и чтобы продолжать дальше. Например, мне приходилось сделать две операции, после которых приходилось сразу восстанавливаться и опять же выступать. И нельзя было показывать, что у тебя что-то болит, иначе у нас очень такие добрые судьи, которые, если знают, что у тебя что-то болит, они изначально могут повысить. Ну, опять же, ты представляешь страну, это твоя работа, это твое любимое дело. Ну, хотелось все бросить, но рядом были родители, тренера, которые находили слова. Ну, в общем-то, ёкшенше ей, да. Ну, находили же. Ну, да. Не важно, какие слова, но они помогают. Я-то знаю, какие. Ой, а я-то, конечно. Вот, у меня то же самое, то есть, у меня не травмы, особенно когда неудачи какие-то на соревнованиях были, постигали. Плохое выступление, и оказалось, что уже все, не смогу больше улучшить результат. Это очень серьезно у меня было в 2004 году после алимпийских игр, когда я хотел закончить уже большой спорт. Я тоже. Да? После олимпиады в 2006 году. Я в твоей ходе раз взяла, я уже решила, что. Да, скорее всего. Удал, уже, удал. Ну, видишь, ты в опять-таки молодец. У нас там такой же. Вот, ну, я благодаря, да, своей семье тоже, своей жене остался в большом спорте, и еще доказал, что не все так плохо, и я поставил все-таки последнюю точку, и в 2007 году доказал, что я могу быть одним из лучших планцов мира.